С самого начала игры мы не агрессивно начали игру, как и предупреждал нас тренер, что это очень опасная команда. И мы немного расхлябанно начали защиту, и поэтому вся игра проходила в таком русле. Почему ты сегодня первый в лучших лет, как мало играл? Почему тренер не доверял тебе? Или какой-то спад у тебя в игре сегодня был? Или не нужен ты был на твоей позиции? Нет, я думаю, был нужен. Просто я не очень удачно действовал в первой четверти в защите. И поэтому тренер меня заменил. Я считаю, что справедливо. И как бы вышел Байда, и он был более агрессивен. Поэтому я думал... Ну, подбор сегодня это, конечно, не так, но и ради лишних следующих вопросов. Еще вопросы игроку есть. Спасибо. Спасибо, Артур. Поздравление команде Одесса и тренерскому составу, которые провели солидный матч. Я думаю, два матча. Очень сильная игра была тоже два дня назад в Донецке, в которой они проиграли только два очка в конце. А сегодня игру выиграли. Значит, команда опасная, в хорошей форме. И несмотря на то, что играли на выезде, они сегодня заслуженно победили. И я думаю, что больше сказать нечего. Вопросы? Спасибо. 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 Главный тренер БК Одессы Олег Юшкин, игрок команды Ростислав Кулич. Ростислав, несколько слов об игре. Об игре? Просто я думаю, что мы сегодня хотели больше выиграть. Старались. Тренер нас мотивировал. Сделай все, что могли, выиграли. Вопросы? Спасибо. Как я могу комментировать этот матч? Где-то я поддерживаю игрока Ростика. Может быть, мы сегодня были сильнее в первую очередь в желании. Потому что, если честно, очень сильно опасались, сможет ли команда найти физические и моральные силы после поражения в Донецке. Все-таки ни для кого не секрет, что мы играем. Не очень длинным составом. И такие игры, поражения, допустим, в два очка от такой сильной команды, как Донецк, забирают много физических и эмоциональных сил. И я очень благодарен игрокам за то, что они где-то, я не знаю, где-то из каких-то супер-хранилищ нашли сегодня на игру силы физические и моральные. И было моментами очень и очень приятно смотреть, с какой мотивацией и самоотдачей сегодня играла команда. Ну и, вы понимаете, пропустить 64 очка от Азовмаша в Мариуполе это дорогого стоит. То есть за счет самоотдачи, защиты мы сегодня одержали победу. Вопросы тренера. Вилли Дин, вы не мотивировали? Или он сильно отдался в Донецке? Сегодня он сыграл как-то... Вилли Дин сыграл в Донецке 38,5 минут. И, понимаете, да, у него был сегодня неудачный день по нападению. В принципе, несколько бросков он сделал в первой четверти. И, я думаю, он сам ими недоволен. И мы поговорили об этом в перерыве. И, если вы видели, то во второй половине он уже... Ну, не пошла игра у человека. Он же не стал на себя брать, тянуть одеяло, играть на статистику. Он сыграл командно, сыграл в первую очередь в защите. Бывают такие дни, когда и даже такие сильные люди, как Вилли Дин, имеют определенные проблемы. Я ему тоже благодарен, что в день, когда у него не пошла игра, он не сбился на какие-то там индивидуальные действия, а сыграл на команду. Ну, и очень приятно и отрадно, что у нас нашлись другие игроки, которые взяли на себя бремя лидерства в тот момент, когда у Вилли не всегда все получалось. Еще вопросы? Все, спасибо. Спасибо.